Трёх самарских блогеров задержали в октябре прошлого года. Это кадры оперативной съёмки. На них Наталья Миронова с частью денег, недавно полученных от потерпевшего Сергея Шатила. По данным следствия, Бегун, Миронова и Иванец вступили в преступный сговор и вымогали у бизнесмена 3 миллиона рублей за то, чтобы не выкладывать в социальные сети якобы компрометирующую его информацию. Сергей Шатила в свою очередь обратился в полицию. Те, кто сидели из камней подсудимых, как показал приговор, сегодня просто вымогатели. Показателям возможно кто-то задумается и перестанет обливать грязью людей в эфире, поскольку если человек, скажем, матом кого-то обругает на улице, он получит 15 суток. За то же самое в информпространстве он не получает ничего. Безнаказанность порождает ещё больше преступлений. Напомним, приговор блогерам должны были вынести ещё две недели назад, но суд принял решение возобновить судебное следствие в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Тогда в своём последнем слове Дмитрий Бегун заявил, что в ходе следствия на него оказывали давление, но подтверждения этому не нашлось. В итоге Дмитрий Бегуна суд приговорил к шести годам колонии строгого режима, хотя обвинение просило девять лет. Наталье Мироновой назначили пять вместо восьми. У обоих были смягчающие обстоятельства. Самый суровый приговор вынесли Олегу Иванцу, который вину так и не признал. Он проведёт в колонии строгого режима семь лет. Хотя адвокаты, говорят, ставить точку ещё рано. Павел Баймаков, Константин Головин. События.